всем день добрый хочу поделиться так какими какими новостями новости такие что решил я сделать вот следующие бритвки не вот 7 восьмых дамасские не французского типа дамаски а типа английского дамаски вот их подготовил грубо ободрал сейчас они просто напросто грубо бодраны больше никак другом не скажешь что сейчас они ждут когда нагреется печь и пойдут на термообработку надеюсь все будет хорошо никуда не поведет и будет все как задумано в принципе я надеюсь вот так как пока что все в процессе я хотел бы еще ответить на некоторые вопросы на некоторые высказывания по поводу ковки и по поводу бритв там и заточки давайте начну со второго сразу же потому что вот много-много часто прям слышу я что вот примеру я вот взял бритву пример там трутва частиц там еще что-то такое вот советское да и блин и побрился шикарно ну по сути я никого не призываю не агитирую я просто вам констатирую факты яму то есть мне хватит то есть я вот его взял там за полторы там до 2000 эту бритву за тысячу полторы нее заточили и вот все нафигас мне покупать пример даже за 5 до 6 примеру но тут есть подводные камни о которых вам никто не говорит к сожалению поэтому раскрываю вам врата не ада конечно но какого-никакого да все же в вашей жизни если вы взяли такую бритву и начали и блицы думать у вас все на этом и вы сэкономили нет просто вы не знаете о том еще что какая у вас щетина процентов у 50 людей в россии щетина жесткая есть супер жесткая поэтому все будет зависеть от того какая у вас щетина но в любом случае у кого жесткая щетина тут после первого бритья опять отправит ее на заточку за тысячу полторы у кого средняя щетина тот может даже то три четыре раза побриться и отправит ее на заточку за тысячу полторы как минимум там доставка что включается все дела вот это время катание но кого уже мягкой то есть там общая щетина ну не знаю может даже у вас восемь-десять можно я его тут уже не в курсе у меня таких людей знакомых нет ну вот считайте сами сколько вы отдадите примеру за тот же год пользования бритвы если бы пример боитесь хотя бы дам даже через день через два просто обычная математика так ведь допустим и даже 365 это но не знаю дней в году если просто вы будет через день бриться вот делите на 2 но если через два вы вредите сделайте на 3 и посчитайте во сколько вам обойдется такая дешевая бритва вот чем прекрасно те варианты а я так и скажу смело что они прекрасны которые я произвожу я продолжу их под себя под свою супер жесткую щетину под себя потому что я сам бреюсь своей бритвы только потому что другие бритвы недоступны они не могут меня побрить и исходя из этого я могу заявить заявить уверенно что бритвы если не совершать каких-то ошибок там не во что не стукнуть там на ремне и не закатать причем надо постараться и вообще он не уронить там еще что такое не сделать на камни каком-то не задрать бумажку не будете резать то это за . вечно единственное что от вас требуется это борт ремень там чтобы хотя бы на одной стране была паста гои за . вечный и теперь посчитайте разницу где вы сэкономили это ответы на частейшие прям вот максимально частые вопросы я просто как-то их умалчивал но он пытался где-то где-то что-то сказать но как-то не более так не особо широко это как бы расписывал второе по поводу ковки вот примеру вчера звонит один человек и говорит а вот если я возьму отпущу напильник евро скую там из него там что-то можно сделать на какую-то бритвку я говорю не это будет а как же так же то есть отпустим сделаем закалим вот тебе и бритва из 8 и 10 там обычно у 10 раньше если старый напильник спешу разочаровать то есть вот эти вот все мифы ходящие по интернету то что сталь будучи закаленная и заново отпущена и снова закалена не закалится уже как должна была бы закалиться почему во время закалки выгорает углерод то есть если он не будет выгорать сталь не будет закаливаться поэтому углерод должен быть и он должен выгорать если сталь была уже закалена и углерод выгорел заговариваюсь то еще раз вы отпускаете еще раз сжигаете углерод еще раз закаливаете еще раз пытаетесь сжечь углерод но его там нет и сталь не происходит то есть не происходит процент закалки закалки извиняюсь и в итоге вы получаете сырую железку она вам надо дальше по поводу ковки примеру часто вижу моменты я нагрел там в костре там железку блин наковали ее раз плющил вот кованая сталь это не кованая сталь это плющеная железка которая то есть если вы нагрели ее там плюс минус там 20 градусов выше или ниже то есть пример ниже на 20 положенных градусов вы нагрели и по ней ударили даже пускай молотком сразу же появились микротрещины их очень много их там прямо миллиарды если ударили и один раз молотком естественно то там все в трещинах этих микротрещинах дальше если вы перегрели на каких 20 градусов положено положенной температуры то у вас просто выгорел углерод и прочие компоненты составляющие сталь то есть это тоже уже ну проще он расплющите гвоздь я понимаю что сейчас там все начнут примерно там думать или говорить там что мол вот что ты понимаешь да что-то не понимаешь руки я не как говорится не первый день замужем я знаю что это за фигня и чем ее кушают и поэтому вот все эти доводы все вот эти вот знания набранные в интернете можете просто взять и перечеркнуть двумя вот такими полосами крест-накрест и забыть это как сон это процесс этим процессом должен заниматься тот кто в нем что-то смыслит примеру я не буду сейчас я опять вы сейчас кажется я мол себя позиционирую нет сторону вот вы берете пример какой-то сталь для роста не углеродистую просто сталь в полосе ну там в листе и говорите вот мы сейчас расковали вот вот этого делать не надо было вы просто возьмите вот эту полосу лист из него вырежьте какое-то изделие и изготовьте из него это будет в миллиард раз качественнее и лучше чем вы тут ее расплющите объясняю почему потому что те люди которые катают сталь то есть они далеко не дураки то есть вот вы считаете что там вот работают сотни людей то есть на стали прокатном заводе и они примут дураки дураки да и они вот не знают что добавить сталь как ее раскатать какие температуры какие какое давление там прочее 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 как состав меняется как фрис что происходит они примут дураки да а тут какой-то знак взял ее нагрел поплющил и сказал вот она перековано и нет то что сделали люди знающие это в листе это стали в листе а если вы хотите расковать то это должно быть мощное уплотнение один кусочек листа расковать и сделать уплотнение это нереально нужен пакет чтобы правильно распаковать пакет нужно максимально точно делайте движение и не допускать ни одной ошибки это очень такой трудоемкий и сложный процесс который может сделать далеко не каждый и поэтому простите меня за правду но она такова и она сурово хух ну чё стопе печь щелкнула слышу нагрелась на это пока все покажу что дальше если что получится или не получится а пока побежал я их термо обрабатывать вот как бы горяченькие еще руки пожигают прошли термообработку давайте покажу вот так это все выглядит грязненько так поэтому на стол даже заложить не буду и спачкаю что ж сейчас зачищу посмотрим нет ли каких там казусов косяков но не повело это уже самое главное ну что ж все пошло успешно это радует я из-за ширины переживал что ширина сделает так свое то есть дело как бы уведет уведет просто при затощении в закалке но все прошло очень даже очень успешно сейчас буду забивать под клеймо латунь вон ту и хочу у вас еще раз разочаровать разочарование это сегодняшнее наверное видео я вам сейчас покажу вот так вот многие проверяют насколько сталь без трещин как закалено слышите колокольчик да да тут нет не микрона брака то есть все хорошо и специалисты в ю тубе скажут да закален хорошо трещины не имеет и прочее 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 разочарование вот это дамасский клинок а прям корабельный да вот только утихать начал звук то есть отличный клинок никаких разочарований это я на подрезке использую подрезаю все им вместо ножа но в нем раз трещина видите на вкус 3 я это раз вот здесь где-то вторая трещина я просто ее сейчас не нахожу но она есть она затерлась и третья вот здесь трещина она уже в грязи заросла ну разочарование номер три а как звенит да а как она прям вот в общем ладно извините меня что я вам так правду матку ногою выкладываю но правда она такая она не всегда такая сказочная прекрасная и как сказка заканчивается хорошо ха ха ну что ж теперь я не знаю покажу ли вам следующее видео с этими вот работами но может быть если что-то будет показать покажу а так в принципе сейчас будет долгая долгая такая мучительная шлифовка подгонка всего то есть работа только еще начинается до этого это были просто заготовки и сейчас это просто заготовки только закаленные грубо ободранные здесь нет ничего кроме формы похожей на бритву связанной с бритвой поэтому бритвами они станут только после долгих и долгих тщательных таких мелких кропотных работ а еще раз огорчу не на гриндере гриндеры они уже давно не видели когда я их по контуру обточил вот после этого они гриндеры больше не видели ну вот ну как готовы увидите готовый результат у меня с вами все хорошо то есть с этим делом как бы пошло все как по маслу как я и хотел но у меня обычно так все получается когда у меня перед этим были какие-то выходные они у меня были тут и пасха тут и электрики все вложили свой вклад в этот момент и сегодня очень я на рассвете начал днем мама еще тут где-то до обеда показывал какие-то результаты и сейчас я хочу с вами поделиться готовым результатом если честно я сам его не ожидал увидеть и так первый и самый узкий сейчас все буду объяснять как положено под клеймо местечко у меня пришло смс смс блин острый какой с компанией сдек посылочка одновременно с клеймом клин 75 процентов многослойный дамаск руки маленько дрожат что это извиняйте они просто уже никакие почему он поуже все просто когда выводил на нулевую кромку получилось так что гульнуло вот это место это ожидаемо в принципе и пришлось его старанить как бы ну вот так вот пройтись по стрию и его заново произвести поэтому клинок уже сейчас секунду давайте-ка просто ради спортивного интереса я не знаю как тут правильно померить бы я такими фигнями не меряю еще чтобы вас на виду да в нем всего то где-то 17 миллиметров ну что делать зато получился обратите внимание на предварительную заточку пробежался по 10 тысяч грит раз пять в одну сторону раз пять в другую вот ее там будет видно почему здесь ее особенно видно еще раз объясняю не еще раз а допом то есть получилось так что там была не нулевая кромка как это обычно произвожу в последнее время а кромка микро-микро прямо ее даже вот так вот прямо было сложно на свету увидеть там какие-то микрончики какие-то гуляли то есть она была не в ноль поэтому заточку видно и в принципе на маске должно везде быть видно а эти уже клиночки они тут чуть пошире чуть поуже например вот этот двадцать там вот этот двадцать один значит получается с примером так на глаз вот это уже то есть который я не краил заточка также вот вот ее видно вот она мне на мониторчике даже видно вам точно будет видно это вот тоже на десяти тысячах раз по пять в каждую сторону просто хотел посмотреть то есть ждать какого-то результата или расстроиться из-за какого-то отсутствия результата блин руки дрожат випис так тут я ломанул ну обычно после таких вот напряжных ломовых делов я делаю какой-то перерыв или меняю там направление какое-то чем другим занимаюсь либо давайте заверим ради интереса либо просто какой-то выходной устраиваю потому что у меня тупо не хватает сил двадцать один с половиной это не штанген конечно но все же да по заточке то же самое десять тысяч грит сейчас я поймаю где-нибудь на лоббриске сейчас сейчас опа вот она бегает видите так же и тут ну я уже повторюсь еще раз видимо то есть то что заточка она изначально нет присутствует просто она должна быть полированной а для этого нужно создать какую-то кромку видите они все по-разному у каждого свои какие-то особенности имеются это тоже подклей мишка травила вместе латунь хорошо держит кислоту он по заточке много получается сразу показать даже на руке может брить будет бреет так себе ну правильно что-то заусенец там торчит вот как-то так честно сам сейчас смотрю не верю что все сделал все получилось это вообще дриндец конечно ну правильно сколько на два три выходных это было два еще бы я не сделал что-то так это все выглядит работа сегодняшняя давайте попробуем заточку вот она вот она бегает там она правда как-то шире смотрится потому что блеск он расширяет но все равно видать вот теперь у меня будут широкие клиночки конечно не считая этого тоже еще кстати мысль проскакивает уже пару раз может мне их просто клиночками выложить а потом какую кому оправу надо будет такую состряпаем потому что я не уверен что вот эта кость хватит ее ширины чтобы произвести оправы для широких бритв вообще не уверен никак ну может быть может быть и поэтому не знаю даже собирать не собирать я конечно уже спрашивать точно не буду я уже вас спрашивал мне сказали что да мол вот как бриллиант в медь то есть обрамить если например вот такие дамасские красоточки не в кость примеру а в какую-то там в зебране к примеру вот ну как бы так примерно да выглядит но да да я буду стараться сделать кость я буду прям вот пробовать все но если нет то что вот тут уже да вопрос конечно ну что вопрос вопрос сделаем что-нибудь древесину какую-нибудь G10 опять же то же самое примерно так ну вот и все я уже никакой мне надо сейчас доползти до дома вот и плюс еще вот это видео все вот эти вот склеить в одно видео и показать вам что у меня получилось ну и как бы упасть походу реально прям никакой ладно пробьемся ну в общем в принципе обзор сотворил смотрите сами думайте сами быть или не быть а я прощаюсь с вами до новых встреч увидимся поговорим обсудим как всегда что и как делать дальше пока пока Продолжение следует...